И давайте мы помолимся перед комментарием Торы. Благословен Ты, Господь Бог наш и Царь Вселенной, избравший нас из среды всех народов и даровавший нам Тору. Благословен Бог, дарующий Тору. Аминь. Аминь. Шаббат, шалом. Еще раз я во всех приветствую. Сегодня прекрасное время для изучения и слышания Божьего Слова, потому что Слово Божие, оно меняет нас, оно вдохновляет нас, оно ободряет нас и оно направляет нас. В любое время, даже ночью, Господь обращается к нам. Поэтому слава Богу за сегодняшний день. Итак, недельная глава Торы называется Ноах. То есть в переводе это Ной, история Ноя. И она описывается в книгах Берии Шит, это книга Бытие, 6 главы по 11 главу, 32 стих. И я немножечко краткое событие, что говорится в этой главе. В этой главе Бог повелевает Ною, единственному и праведному человеку, построить гигантский ковчег. Поскольку всемирный потоп сотрет всякую жизнь на земле. Поэтому Бог велит построить Ною, ковчег. Ноя возводит жертвенник и приносит Богу жертву. И Бог клянется больше не уничтожать все человечество за их поступки. И устанавливает радугу, как знак нового союза с человеком. Также Бог заключает с Ноем завет и дает заповеди. Плодиться и размножаться. Очень интересно, что такое же благословение и заповедь Он дает Адаму и Еве. И в принципе, когда мы читаем о Ное, потому что на самом деле первый мир, он был уничтожен. И начинается новый мир с чистого листа. И Бог, то, что Он говорил Адаму, Он тоже говорит до Ной. Он говорит, плодитесь, размножайте, наполняйте землю. Также Бог говорит о запрете убийства и запрете есть мясо или кровь еще живого животного. Также в этой главе описывается благословение Сима и Афета за то, что они покрыли наготу отца своего. И проклятие Хана, то есть Хана, за то, что он рассказал двум братьям о наготе отца. И мы знаем, что в этой истории, также в этой комментарии есть история Лавилонской башни и смешание языков. И глава завершается перечислением десяти поколений от Ноя до Авраама и рассказом о путешествии семи Авраама из Ура в землю Хана. И очень большой комментарий, можно затронуть очень много тем. Давайте мы откроем книгу «Берешит». Я бы хотел прочитать, это шестая глава, с пятого стиха. Здесь сказано, «И увидел Господь, что велико разращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в своем сердце. И сказал Господь, истреблю из лица земли человека, которых я сотворил, от человека до скотов, гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». И любой читатель, когда читает эти местописания, может быть, даже тот, кто первый раз читает эти местописания, может быть, не первый раз, создает такие мысли. Почему Бог такой жестокий? Он же сотворил людей, потом взял все и уничтожил. Возможно, будут такие мысли. Но Писание говорит, что человек так развратился, такое было развращение, даже не выдержал этого Бога. Мы знаем, что Господь, Он долготерпелив. Но настолько было сильное развращение, что даже Господь не выдержал. Написано, что все мысли, все помыслы, их были зло во всякое время. Человек постоянно думал о зле и совершал зло во всякое время. И интересно, что дальше пишется, что земля, она растлилась. И вот слово «растление», оно переводится как «разложение» или такая жесткая форма разврата, лишение человечности или даже слово «расчеловечивание». То есть это полностью необратимые последствия. То есть это последняя стадия, которая невозможно просто остановить. То есть это невозможно, она уже как бы механизм запущен, и это невозможно остановить. И Бог сказал, все, это конец. Я все-таки думаю, что Бог, Он сердцеведец. И мы знаем, что Бог, Он милостивый. Но я думаю, что Бог пришел, как бы это мои мысли, да, к такому решению, потому что Он увидел, что здесь ничего нельзя изменить. И так же Бог, Он говорит, да, то, что не вечно Духом ему быть пренебрегаем. И играть с Богом опасно. Иногда люди говорят, да, я, говорит, нагрешусь, а потом в конце опокаюсь. Еще вся жизнь впереди, зачем мне в таком юном, красивом, молодом возрасте прийти к Богу? Я еще хочу погулять, хочу. Но мы не знаем, насколько грех может далеко человека увлечь. Насколько грех может далеко человека завлечь и отравить. И это очень опасное состояние. И эта история, она говорит то, что, ну, всему приходит предел. И очень действительно Бог говорит, что сейчас день и время, как бы, да, покаяния прийти к Нему. Потому что придет момент, когда невозможно будет покаяться. И вы знаете, Писание, оно где-то тоже открывает и учит нас, что есть моменты, когда, ну, приходит все, невозможность покаяния. Помните, история о Бесаве, да, что там такое, что говорит, что когда он поменял, продал первородство, как бы, да, за похлебку. И книга евреям, же Новый Завет, он говорит, что он даже просил, как бы, да, со слезами отца, просил, да, то есть, и говорит, что не мог переменить мысли отца. И интересно, что в оригинальном переводе там слово отец выделено курсивом, и там, как бы, нет слова отца. То есть, как бы, смысл в том, что он вроде и хотел измениться, но не мог. И я встречал в жизни людей, которые, ну, верили в Бога, потом отступили от Бога. И был у меня такой случай, когда человек говорит, говорит, я хочу покаяться, я не могу. Знаете, это страшное состояние, это очень опасное страх, когда человек говорит, я хочу прийти к Богу, говорит, я не могу. Конечно, Бог, он милостивый, конечно, пока человек жив на земле, всегда есть шанс на, ну, на покаяние и примирение. Но вот такое вот состояние, и это очень опасное состояние. И вот Писание говорит, что да, чтобы, то есть, мы должны дорожить тем перворостом, которые, тем спасением, которые есть у нас. И дальше описывается о Ное, да, то, что Ной знал это, и он жил благочестиво. И в чем выражалось его благочестие? В чем выражается наша вера в Бога, да? Потому что вера в Бога, она в чем-то выражалась. Мы знаем, что Бог спас семью Ноя, все его семейство. И вот в чем выражалось, и благочестие, оно выражалось в том, что он шел против течения этого мира. Он не шел за этим миром, он не уповал на этот мир, да, то есть, он не брал прелести с этого мира, он не позволял себе. То есть, в то время, когда люди разлагались, он просто влаживал в свой дух, он надеялся на Бога. И вот благочестие его выражалось в том, что он шел против течения этого мира. Это нелегко. Я представляю, да, жить в такое время, когда не с кем поделиться, не с кем рассказать свою, как бы, да, боль, не с кем помолиться. Написано, что всякий человек, он был извращен. И вот у него только был он, ну, не знаю, как по поводу семьи, но он и Бог. И то, что он мог выражать свою какую-то боль или там что-то еще, только Богу. И в такое время жил Ной. Но Бог, видя это, он спас его. И вы знаете, в Писании говорит то, что если мы где-то находимся в каком-то состоянии в таком, да, когда мы видим, что вокруг зло, и наша душа, она, ну, как бы, где-то мучается. И я знаю, что, по-моему, в Петра, да, 2 Петра написано, что Бог, он силен освободить. Если Бог спас, там, Ной, а потом говорится о Лоте, да, то Бог силен спасать те, кто уповает на Него. Поэтому, дорогие друзья, доверяйте Богу. Потому что, да, в этом мире нелегко жить, когда ты видишь, что везде, везде зло. И где-то эта история, да, то есть она где-то похожа на наше время. Но когда, как, как, но, если мы будем уповать на Бога, мы будем доверять Богу, Бог все равно спасет и выведет. И мы знаем, что эта пророческая история о Ное не заканчивается. Бог разберется со злом на земле, даже живя в этом мире. Если мы живем правильно, подобно Ное, то Господь знает, как избавлять праведников от нечестия. Поэтому пусть Бог вас благословит. Живите, как жил Ной. Не идите за этим миром. Идите против течения этого мира. И это этого стоит. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok